Как встретишь май, так его и проведешь. И судя по насыщенной праздничной программе и настроению люберчан, первомай в городе запомнится надолго. Наши корреспонденты пообщались с теми, кто любит праздновать и отдыхать активно. Одними из первых праздновать начинают самые быстрые, ловкие и выносливые. Задача у нас сегодня непростая. Дистанция 5 километров. Первомайский забег на Наташинских прудах начали самые маленькие люберчане. Позы стартовали и взрослые. Пятикилометровый маршрут прошел вокруг всей территории парка. В марафоне поучаствовали заядлые спортсмены и те, кто всегда живут под руку со спортом. Обычно я бегаю один, а сегодня просто решил с ребятами познакомиться. Потому что уже не первый год бегаю в Люберце. Задача была такая на сегодня. Праздничный забег – это не просто марафон. Это так называемая проба пера международного движения «Парк Кран». Его придумали англичане с целью поддержания интереса к здоровому образу жизни. 26 мая к проекту присоединятся и люберцы. Удивительно эти птицы-голуби. Издревле они ассоциировались с гармонией и умиротворением. И считаются символом 1 мая. В этот праздник их принято выпускать в знак мирных намерений. Раз, два, три. Летите голуби, летите. Все здесь есть для того, чтобы мы могли отдохнуть, набраться сил, повстречаться с друзьями. Я всем желаю хорошего настроения, хорошего сегодня отдыха и слава Люберцам! Гости праздника разных возрастов и национальностей дружно танцевали под песни народных коллективов. Молодежный парламент городского округа Люберцы также порадовал собравшихся танцевальным флешмобом. А для самых маленьких устроили кукольное представление. Май – это время природы, свежего воздуха и буйства цвета. И пока еще живые цветы не успели распуститься, в Наташинском парке делают бумажные и сладкие. Творческие мастер-классы в этот день стали центром притяжения для малышей и их родителей. На одной из площадок рукодельники мастерили оригинальные подделки – цветы со сладким сюрпризом внутри. Какое первое мая и без шашлыка! Ловки повара представили широкий ассортимент блюд на мангале. Это и шашлык из свинины, из птицы, из рыбы и, конечно же, запеченные овощи и картофель. Сладкая вата, соленый попкорн, карамелизированные яблоки, всевозможная выпечка – обилие блюд на любой вкус. Но настоящим гвоздем праздника стал огромный русский самовар, специально привезенный для люберчан из Тулы. Самовар предназначен для праздников, для больших. В нем 300 литров. Это чемпион мира прошлого года в номинации «Самый высокий самовар». Для многих 1 мая – самый любимый праздник, ведь он считается символом начала тепла и солнечного света. А для россиян это еще и начало майских каникул. Поэтому те люберчане, которые не уехали на природу, гуляли в парках на полную катушку. Конечно, невозможно не любить весну. Прекрасная погода, зеленеющие деревья, хорошее, отличное настроение, детская радость. Очень рады открытию паркового сезона. Наконец-таки потеплело, очень рады открылись все аттракционы, кафешки. Всегда приходим всей семьей. Я очень рад, что в настоящее время открылись все парки. Такая чудесная летняя погода. Поздравляю всех люберчан с праздником. А в центре города люберчан и гостей округа ждала еще и концертная программа. Не только в парках отмечают жители Люберис 1 мая. Сегодня, можно сказать, гудит весь город. Так перед дворцом культуры проходит веселый праздничный концерт. Дарили хорошее настроение жителям десятки ребят, исполнившие свои зажигательные номера. Для маленьких зрителей сотрудники дворца культуры устроили танцевальные мастер-классы. В общем, праздник удался. А что может быть лучше, чем улыбки людей, проживающих в мире согласия и единстве? Мария Кузьмичева, Анна Троян, Сергей Гвоздев, Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе. Ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова